Давным-давно миновало время, когда соседи были кем-то вроде членов семьи, когда проблемы решались совместно, горе и радости делились на всех. Люди обзавелись тяжелыми металлическими дверьми, закрыли их на массивные замки, и уже не каждый знает, кто живет по соседству. В деревне Петрушино было так же до недавнего времени. Сегодня жители деревни не просто здороваются друг с другом при встрече, их связывают общие заботы, общие интересы, одна жизнь. А началось все случайно, рассказывают Юлия и Екатерина, которые сами о том не думая сумели подружить жителей деревни Петрушино. Дети почти в каждом доме есть, а друг дружку не знают. Познакомить деревенских ребятишек и было первой задачей молодых мам, в семьях которых тоже подрастали дети. У Екатерины сын, у Юлии сын и две дочери. Мы кинули клич, кто хочет, пожалуйста, приходите. Это все проходило у нас во дворе непосредственно. Мы ничего не делали. Мы включили музыку, расставили столы и предложили приходить со своими блинами. И неожиданно пришло столько народу, мы совершенно не ожидали такого ажиотажа. И спустя год, когда близилась Масленица, люди ходили, дергали нас за рукав и говорили, а Масленица будет. И началось. Повод для деревенских посиделок искали в народных праздниках. Так все вместе отмечают тут не только Масленицу, но и Ивана Купала летом, Новый год зимой, а весной День Победы. В эти жаркие июльские деньки повод собраться нашелся снова. Здравствуйте, соседи! Здравствуйте! Здравствуйте! И вот народ дружными семьями начал собираться на детской площадке, которую, надо сказать, как и многое другое в деревне обустроили своими силами. Помимо вот таких вечеров, у нас и просто вечера бывают, когда там просто друг к другу в гости ходим. Сидим, отдыхаем, какие-то праздники устраиваем. У нас и спортивные мероприятия проводятся. У нас каждое воскресенье футбол, два раза в неделю волейбол. Деревня Петрушина делится на две части. Старую, уходящую корнями в прошлые века, и новую, которая идет всего второй десяток. И слова Екатерины Хлебутина «Сегодня мы сами пишем историю своей деревни как нельзяточные». Ради дружбы, ради нормальных человеческих отношений. Чтобы мы пришли, и выходной не каждый провел где-то у себя. А вот мы пришли, и, посмотрите, каждый занят делом, все общаются. Дети с детьми, взрослые с взрослыми. Ради общения. Веселые конкурсы устроили не только для детей. Взрослые с удовольствием участвовали во всех играх и забавах. А после основной программы началась произвольная с гитарой, с дружеской беседой. Когда люди общаются, естественно, происходит какое-то сближение, взаимопомощь впоследствии, какие-то другие отношения завязываются. То есть мы стараемся, в общем-то, жить необособленно. Очень стараемся. Громкие слова о возрождении России мы слышим часто из уст высоких лиц. А ведь на самом деле Россия, какой мы хотим ее видеть, воссоздается желанием и силами обычных людей, живущих рядом с нами, живущих не только днем сегодняшним. Мы хотим очень верить, что действительно то, что мы делаем, пустят свои корни и даст большому дереву начало. Начало, да. Вот такого смалого возродит Россию, настоящую, с ее русским менталитетом, с ее широтой души. Отчего, отчего, отчего так хорошо, от того, что ты идешь по берегу.